Приветствую вас, дорогие братья и сестры, вы на канале Евангелие в последнее время, и с вами Игорь. Шаббат шалом и слава Господу Богу нашему! За Его любовь, за благодать, которую мы имеем, и милость, и сегодня, что Господь даровал нам жизнь, чтобы еще раз кусить благость Божию. И возрадовался о надежде, которую мы имеем, и даре, которую Господь даровал нам по своей милости также. Вечная жизнь. Господь, который простил наши грехи и омыл кровью своей. Тот, который и нас помиловал через свою смерть на Голгофском кресте. Но и воскресенье, потому что Господь не только умер, Он и воскрес. И праздничные дни продолжаются. Мы думаем, что они никогда не закончатся. Они начали, знаете, когда? Да. Для каждого из нас тот день, когда Господь нас нашел вот в этом мире греха и зла, нас грешников. Когда наша жизнь поменялась. Вот это тот день рождения, который мы, конечно же, помним. Вот это та точка отчета. И у каждого рожденного свыше христианина, она должна быть, она есть. И думаю, что мы должны помнить вот тот славный день милости Господь. Также еще раз хочу поздравить всех наших братьев и сестер, кто завтра будет праздновать воскресение Христова. Мы говорим, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Слава Бог! Пусть Бог вас всех обильно благословит. Мы также хотим поблагодарить вас за всю вашу помощь и, в первую очередь, молитвенную поддержку. Мы ее ощущаем, конечно же. И для нас это большое вдохновение. Сегодня Господь также нас благословил. С сыном мы поехали покупать еду. И, правда, заехали в аптеку за лекарством. И в аптеке была молодая девушка из Индии. Зовут ее Абба. Ну, вот так ее зовут. И, конечно, мы ей засвидетельствовали. Я говорю, что Бог благословил нас, да. Несмотря на то, что эта девушка отказалась. Она отказалась принять Новый Завет, который мы ей предложили. Но она услышала об имени Иисуса. Господа Иисус! И только Бог знает, Бог знает, как закончится ее жизнь. Но мы ее благословили. Это всегда хорошо благословлять людей. И, конечно же, в первую очередь во спасении. Да, хорошо помогать. Да, хорошо делать добрые дела. Это неотъемленная часть нашей жизни во Христе. Что-то дать, поделиться. Но если даже мы многое имеем. К слову говорю, и дадим многое. И да, и с любовью это сделаем. Потому что без любви ничего не может быть сделано. То есть не будет иметь никакой стоимости или смысла без любви. Но даже если мы это сделаем. Но человек, получив, умрет без Господа Иисус. Он умирает навсегда. Сегодня много молитв. Разных молитв. Просят благословения в том, в этом. Но как мало понимают, что благословение именно в милости покаяния. Милости покаяния, чтобы человек, который не знает Иисуса, чтобы он покаялся и уверовал. Вот где богатство. Сам Господь наше богатство. Он наша Пасха, которая была заклана за наши грехи. И в этом видео мне хотел бы вернуться на тему о Папе Римском. Несколько дней назад, может быть до недели, мы записали видео. И мы говорили об экумении, что является детищем дьявола. Это то, что будет основой религиозного фундамента нового мирового порядка или системы антихриста. И попытки экумении, это тогда, когда хотят соединить не просто так называемые христианские конфессии некоторых, но хотят соединить религии, различные религии. Когда Бог говорит, что может быть общего между Нием и Велиаром. Когда так называемые христиане, которые вроде верят в Иисуса, но своего Иисуса. Да, но говорят, что верят в Иисуса Господом. Они вместе с теми, кто отвергает, что Иисус Господь, например, из Ислама. И также они вдвоем вместе с равидом иудейским. И вот все это они хотят объединить. Но понятно, какой дух там действует и кто ведет этому. Потому что для антихриста очень важна эта база. Это база нового мирового порядка, как фундамент, общая религия. И я не исключаю, что когда будет отстроен третий храм, а он будет отстроен, и он будет физически, и будет именно на храмовой горе. Я не знаю деталей. Может быть, это будет всегда к стене. И все же комплекс АЛАКС не разрушит. Хотя я думаю, что разрушит, потому что я вижу войну. Но как бы оно ни было, они вполне возможно могут соединить в этом храме все религии. И там, где антихрист и сядет после того, как отменит у евреев жертву после трех с половиной лет, как Даниил в девятой главе говорит об этом. И это скоро будет. Но наблюдая за событиями, и сегодня что происходит, даже связано с тем, что вот пандемия продолжается, все равно мы радуемся. Радуемся не тому, что происходит, а радуемся тому, что Господь грядет. И это и для нас время для того, чтобы поправить свои святильники. Вот здесь тоже милость Божья. Бог дает нам время, чтобы мы сами покаялись. Бог дает нам время, чтобы мы сами поправили свои святильники. Разве это не милость Божия, а братья и сестры. Поэтому будем в покое, будем в шаломе, тем более он у нас есть, вечный шаббат, вот покой, который Бог вложил в наши сердца, в Сыне Своем, Единородном Иисусе Господе. Да, но мы размышляем, мы наблюдаем. Почему? Потому что слухи действительно настораживают. И когда я делюсь с вами, я делюсь так, как я понимаю, как я вижу, по вере, которую Бог мне даровал. Поэтому вы также размышляете, проверяете, исследуете и то, что слышите от меня, проверяете это со Словом Божьим и молитесь. И каждый из вас, да, сделает сам выводы от Господа. И думаю, что Господь подскажет, говорю ли я правду или нет. Пусть Бог благословит нас и в этом. И вот мы говорили о том, что Папа Римский, из-за того, что вот пандемия, они принесли специальную встречу или митинг, очень важный митинг на октябрь, где должны быть подписаны очень важные документы. Не знаю, у меня нет информации, в чем суть, но то, что они будут договариваться, у меня нет сомнений. Они будут идти к этому, потому что я вижу это в Писании. Они будут идти к общей религии. И к мне началось давно, но видно, что уже время. Антихрист спешит, ему нужен этот фундамент, этот базис, и они будут идти к этому. Но должны еще совершить некоторые потрясения, да, им нужно разрушить экономику. Мы говорили об этом, ему нужно изъять наличку, им нужно вести хаос искусственный, то, что мы сейчас видим. Но представьте, если из-за этой пандемии такая паника, такой страх, и даже, к сожалению, верующих, к сожалению, верующих христиан, то, что будет, когда действительно мы увидим серьезный катаклизм в мире, и когда придет и война. Поэтому, братья и сестры, давайте доверять Господу. И вот в это время как раз таки проявляется наша вера, вот в трудностях. Вот действительно, это тяжелая ситуация. Да, я верю, что скоро мы выйдем из карантина, и жизнь как бы продолжится дальше еще на короткое время. Но что, забудем? А может быть, все же извлечем урок для себя, и все же сделаем выводы, и немножко приложим усилия, и в плане даже и евангелизации, чтобы церкви все же вспомнили предназначение. И в своих городах честно и искренне от Бога заявили о себе, как от церкви Христовой, нестя свет, но не спать, как сегодня многие спят. Чтобы церковь исполнила великое поручение, также в городах, куда Господь, куда Господь перевел каждого из нас. Давайте мы прочитаем место из Писания, мы начнем нашу тему, после того, как мы закончим. Я вернусь, потому что я буду еще читать, и мы помолимся. Я знаю, что Слово Божие, оно живое, оно подкрепляет, оно вдохновляет, оно воодушевляет, и как здорово, что Господь уже открыл нам, да, детали мы не знаем, но Господь уже открыл нам, что должно совершиться. Но наша цель остаться верными и быть святыми, чтобы и самим достичь Царствия Небесного. Я буду читать из Откровения, последние книги Библии, я буду читать из 13 главы. Это по поводу сегодняшней темы о Папе Римском. Мы говорили, что вот скоро, если воля Божия, они соберутся, цель для них и коммуния, объединить все так называемые религии под одно общее. Ну, понятно, это и Вавилон, блудница великая. Я сейчас говорю о духовной составляющей. И вот Антихристу нужен будет лжепророк, то есть он должен будет подкреплять или поддерживать его с духовной стороны, понятно, сатанинской духовной части. И вот смотрите, в 13 главе Откровение с 11 стиха сказано о звере выходящем из земли. Я прочитаю 13 глава Откровение с 11 стиха. И увидел я другого зверя выходящего из земли. Он имел два рога подобные Анчим и говорил как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю у которого смертельно рана была исцелена и творит великие знамения так что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми и чудесами которые и дано было ему творить перед зверем он обольщает живущих на земле говоря живущим на земле чтобы они сделали образ зверя который имеет рану от меча и жив и дано ему было вложить дух в образ зверя чтобы образ зверя говорил и действовал так чтобы убиваем был всякий кто не будет поклоняться образу зверя и он сделает то что всем малым и великим богатым и нищим свободным рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их и что никому нельзя будет ни покупать ни продавать кроме того кто имеет это начертание или имя зверя или число имени его здесь мудрость кто имеет ум тот сочти число зверя ибо это число человеческое число его шестьсот шестьдесят шесть да это был восемнадцатый стих да интересное очень место но я хочу коснуться только одной части я не буду касаться образа зверя многие считают что это искусственный интеллект и я говорил о том что мы готовим это видео в принципе оно завершенное но всему свое время да и многие сегодня и не только сегодня в принципе эта тематика числа шестьсот 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 с самого начала с самой ранней церкви и отцы церкви немало говорили об этом много разных предположений я не хочу касаться сегодня этой тематики также но хочу коснуться вот этих ложных чудесах да будут вот эти знамения эти ложные чудеса и с той техникой или техническим прогрессом которые сегодня они удивительные плюс когда будет пять чей говорят будет еще шесть или даже говорят шесть с половиной чей в будущем да то есть мы понимаем какая-то будет скорость понимаем что они заведут разные системы уникальные роботизированные да и им нужна эта система электронная вот Илон Маск который является опять-таки я не говорю о нем как о личности как о человеке но понятно все что он делает то что они делают Билл Гейтс Илон Маск и другие понятно что они работают на систему антихриста это люди это люди сына погибели и это понятно да в принципе не только они мы видим все что творится на земле и многое что принимается и через законы мы это все если мы верующие христиане рожденные суши мы это все прекрасно понимаем но мы молимся мы мирные люди мы встаем на колени и мы приходим к Господу мы молимся и мы просим о милости и вот один курьезный случай произошел буквально недавно 13 апреля и я хотел бы чтобы мы порассуждали почему потому что это связано с тем что я прочитал по поводу ложных чудес появилась эта информация появилось это видео мы его тоже скоро посмотрим давайте просто молиться давайте просто рассуждать что это потому что разное есть много и ложного вбрасывания но мы рассуждаем и смотрим но в принципе в принципе то что сейчас мы все увидим я не вижу здесь какого-то вот удивления почему потому что читая писание я понимаю что это было это будет еще в большей мере как я сказал с тем интернетом который скоро уже будет и уже в принципе есть 5G он уже есть я знаю что многих компаниях программистов и других он уже есть и они работают да но это должно быть повсеместно да и как Илон Ма сказал паутиной покрыть всю землю бесплатного интернета ну конечно бесплатно да а как еще контролировать ну конечно же ну в любом случае смотрите 13 апреля 2020 года сначала в социальных сетях Италии а потом и всего мира стало распространяться странное видео и в ходе официальной трансляции выступления папы Франциск закончил обращение помахал рукой развернулся сделал пару шагов и пропал как бы растворился в воздухе и теперь все размышляют спрашивают что это было но давайте мы посмотрим это видео сами и после этого продолжим наше общение вот мы видим он подходит к окну смотрите внимательно вот видите махает и исчезает как-то странно все это не правда ли еще раз посмотрите пожалуйста братья и сестры пусть каждый делает выводы сам медленная съемка видите вот махает и исчезает вот еще раз о примеренном повторе вы видите да вот не знаю говорят что это была голограмма но с такой или с таким техническим прогрессом который сегодня который еще будет плюс с этим интернетом 5G думаю это не будет проблем тем более сказано что лжепророк будет использовать ложные чудеса это будет как духовная поддержка для антихриста вот смотрите медленный повтор и внимательно смотрите очень медленный повтор и исчез ну вот так видите как интересно все и нету да вот так так что время последнее братья и сестры Господь грядет и это самая великая радость которая у нас есть ну и через это Господь показывает нам что он близко поэтому поспешим наполняться маслами поспешим поправлять свои светильники и продолжать делать добрые дела интересное видео не правда ли но давайте порассуждаем первое о чем можно подумать это фейки ну можно то есть обработки изображения видеоредакторы однако это предположение не объясняет тот факт что фейк увидела и записала несколько человек поэтому на данный момент и по общему мнению если исключить вариант вознесения то речь идет о голограмме пап и технологии как я уже сказал позволяющие показывать такие фокусы давно есть это не первый случай помню что недавно даже на ютюбе было видео если не ошибаюсь на стадионе по-моему в аргентине или в бразилии по-моему это был аргентин там показали вот голограмму дракона летающей вот интересно ну вот голограмма но почему именно дракона а это не случайно братья и сестры мы знаем чьим или кого символом является дракон но вернемся к нашему виду наиболее логичное предположение которое объясняет ситуацию это ли плохое самочувствие папы или некоторые даже говорят может быть он скончался так в первые дни появления эпидемии в Италии в СМИ попала информация о том что у папы простуда потом всем сказали что папа на карантине потом папа папа римский как бы поправился но потом папу все равно никто особо не видел я ничего не хочу сказать я не думаю что он скончался я не думаю но видео действительно странное пускай каждый из нас сделает сам вывод и причин скрывать допустим смерть если он скончался или недомогание папы Ватикана масса в первую очередь репутация церкви поскольку верующие не поймут если папа римский которого Ватикан преподносит как святого живущего среди грешных смертных вдруг самым первым умрет от эпидемии второй неприятный момент это выборы нового папы в мире пандемии города зачем-то блокированы военными поэтому сейчас как-то не самое лучшее время для внутри католической церкви вот начать эту борьбу а там тоже идет борьба за верховенство и за своего кандидата то есть за власть наконец есть еще такой момент как пророчество о папах святого Малахи я не знаю слышали вы или нет но есть такие пророчества не знаю пророчества или так называемые пророчества но они есть согласно которому нынешний папа последний и с его уходом христианство в Европе придет конец при этом саму Европу ждут несчастливые бестр поэтому чтобы не расстраивать и не пугать верующие в Ватикане решили все скрывать и показывать публике папу в цифровом варианте единственное слабое место этой теории использование голограммы поскольку гораздо проще было бы сделать двойника и отправить его к окошку помахать ручкой однако правил Ватикана на этот счет мы не знаем возможно и скорее всего там есть какие-то запреты на подобные фокусы вполне возможно прописанные еще в средневековых булах поэтому Ватикану ничего не оставалось как использовать blue bean как мы говорим или что-то в этом роде также рассматривается и вариант теста самой технологии то есть сейчас верующим показали папу который вознесся прямо перед камерой а завтра покажут ну я не знаю я уже говорил о лжепророке который будет аж огонь с неба не заводить ну и могут показать и антихриста хотя он будет конечно обладать силой да чтобы люди удивлялись да смотрели как вот чудеса великие все что угодно может произойти но конечно же они будут использовать все свои ложные чудеса и сатанистские знания магические конечно же оккультные чтобы обольстить людей если сказано о дьяволе что в последние дни он как рыкающий лев чтобы украсть убить и обольстить и сказано и даже избранных а кто избранные это мы христиане представляете если даже избранные могут попасться на эту удочку сам папа римский франциск был избран на свой пост в 2013 году после неожиданного ухода папы римского бенедикта 16 что стало первым прецедентом такого рода более чем за 500 лет однако в 2013 году источник близкий к папе заявил что новый понтифик будет служить только еще ровно 7 лет после чего пойдет по стопам своего предшественника уйдя в отставку в 2020 году источником этой сенсационной новости был журналист Остин Айвери бывший директор по связям с общественностью предыдущего архиепистского весьминистерского кардинала Кормака Мерфи О'Конора он все еще поддерживает тесное сотрудничество с кардиналами Ватикана и находится в курсе многих происходящих там событий в 2013 году господин Айвери заявил я не думаю что когда-либо возникали сомнения в том что папа Франциск уйдет в отставку в 2020 году с самого начала своего пребывания в долгности он ясно дал понять что считает поступок папы Бенедикта 16 не только поступком большой скромности но еще и актом веры исполняющим древнее пророчество поэтому у Франциска не будет абсолютно никаких проблем с тем же сейчас сейчас господин Айвери говорит следующее чтобы вы не думали что все это какие-то закулисные темные слухи не имеющие под собой основания я могу вам напомнить что в 2014 году в интервью мексиканскому телевидению Франциск сказал что по пророчеству у него будет короткое папство около 5 лет и он в это верит учитывая что Франциск был избран в марте 2013 года то в 2017 году он уже думал и обсуждал со своим ближайшим окружением вопрос своего ухода в отставку однако сложившиеся на марте 2017 года обстоятельства не позволили ему это сделать но то что я сейчас слышу от близких папе людей это то что для реализации некоего пятилетнего плана Франциску понадобится не 5 а 7 лет и эти 7 лет истекают 13 марта 2020 года в принципе уже месяц назад это сказал заключение господин Айвери Остин Айвери много лет работал в Ватикане поэтому как источник он заслуживает доверия однако то что он сейчас говорит выглядит пугающе пророчество о папах гласит во время окончательного преследования священной римской церкви будет царствовать Петр римлянин который будет вести свою патству среди множества невзгод после чего город с семью холмами будет разрушен и ужасный судья будет судить людей конец опять таки это не пророчество Библии но святых как они говорят римской католической церкви и сказано здесь об ужасном суде после последнего папы он последний или не он или еще будут мы молимся мы рассуждаем но конечно же эта информация интересна возможно только потому что Францис хотел дать миру еще немного времени он еще и не покинул свой пост говорит господина веры после чего продолжает однако к сожалению сегодня очень и очень многие ждут ухода папы с надеждой в глазах его отставка этих неверящих пророчества людей сильно воодушевит поэтому папа в ближайшие месяцы скорее всего уйдет это будет плохой знак для мира но отличный шаг с политической точки зрения поскольку таким жестом Франциск всем своим оппонентам сразу насыпят соли на хвост но только в свете пророчеств будет уже не факт что после Франциска у Рима вообще когда-нибудь появится новый папа и мы говорили о том ужасном суде если это действительно так то бидно что говорится об антихристе но посмотрим мы ждем октября если воля Божия может быть папа римский подпишет это соглашение и официально будет дан старт или не знаю будет какой-то фундамент к тому что вскоре будет и общая единая религия только Господь знает как пойдут события дальше почему потому что все под контролем Божий Бог допускает Бог попускает не потому что вот Бог так хочет но из-за греха человеческого мы видим столько проблем смерть это наш грех но Бог попускает и это тоже как наказание когда мы видим землетрясение мы видим и войны и убиение и много много чего мы видим поэтому братья сестры время последнее давайте приложим усилия и как я уже сказал и в исследовании своих сердец и в поправлении своих светильников наполнение маслом но и для других людей чтобы у нас было сострадание и к одной душе зная что без Христа никто жизни вечной не видит и еще одно видео я хотел бы чтобы мы посмотрели о казначеи министре финансов Великобритании но это относится к той теме о которой мы сегодня говорили посмотрите прицелом телекамер и обратите внимание папка с бюджетными документами в его руках красная но как только он скрывается за машиной и появляется вновь смотрите внимательно вот сейчас будет этот момент и так бац и она становится зеленой многие пошутили что увидели момент того как бюджет страны который представил премьеру одобрили то есть он получил зеленый свет это невозможно объяснить игрой света или ракурсом но еще загадочнее все стало когда тот же британский канал Sky News в репортаже по итогам совещаний показал вот эти кадры с чемоданчиком в котором по традиции министры носят бюджетный план мы видим много ложных чудес а с другой стороны мы не должны забывать что дьявол конечно также имеет некоторую силу оккультизме магии волшебство это все было и это есть но да будем держаться Господа потому что Господь твердыня вечная и будем уповать на Него даже тогда когда мы не понимаем многих событиях которые происходят и сегодня почему потому что упование на Господа доверие Ему послушание Ему Богу нашему это великое благословение для каждого Дитя Божьего и перед молитвой я хотел бы зачитать несколько стихов я сейчас читаю книгу Псалтырь и хотел бы чтобы мы вместе прочитали Псалм 36 я буду читать выборочно и после этого мы помолимся Псалм 36 с 1 стиха не ревнуй не ревнуй злодеем не завидуй делающим беззаконие ибо они как трава скоро будут подкошены как зеленеющий злак увянут уповай на Господа и делай добро живи на земле и храни истину утешайся Господом и Он исполнит желание сердца твоего придай Господу путь твой и уповай на Него и Он совершит и выведет как свет правду твою и справедливость твою как полдень покорись Господу и надейся на Него не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему перестань гневаться и оставь ярость не ревнуй до того чтобы делать зло ибо делающие зло истребятся уповающие же на Господа наследуют землю это был 9 стих далее я продолжу с 27 стиха уклоняйся от зла и делай добро и будешь жить вовек ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих вовек сохранятся они а потомство нечестивых истребится праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек с 34 стиха уповая уповая ибо вовек вовек Пришла еще вчера, мне сообщили, что один человек, просматривая вот видео проповеди, покаялся, принял Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя. Еще одна душа. Для меня это большое благословение, я никто, но Бог благословляет и меня быть частью, Бог благословляет нас быть частью Его великого служения. Да, на этой земле мы не можем спасать, мы не можем вместо кого-то каяться, но мы можем поделиться доброй вещью и даже через вот такой формат видео. И Бог это использует и спасает, дарует милоспокаяние. Слава Господу! Для нас это великая радость. Сказано, ангелы радуются на небесах и когда один грешник кается. Также хотим обратиться к тем, кто на нашем канале, не верующий в Иисуса Господа, да благословит вас Бог, мы вас любим. Поэтому мы еще раз напоминаем о Божьей победе на Голгофском кресте. И, конечно же, Господь намного больше вас любит, чем кто-либо другой. Иисус единственный по спасению. Читайте Священное Писание и поспешите, потому что времени осталось немного. Тем более оно ускорилось. Пусть Бог благословит. Давайте помолимся. Милосердный Отец, мы благодарны Тебе за сегодняшний день, за сегодняшний шаббат, в покое, который мы имеем. Да, мы о многом переживаем, но мир в наших сердцах. Как человек, и, конечно же, хорошо было бы научиться, чтобы не переживать, да, чтобы все отдавать Тебе в покое, Господь, довериться Тебе. Хотя не всегда получается, но все равно, Господь, Ты работаешь с нами, и мы чувствуем этот мир, который уже в нас, в Иисусе Христе. Поэтому научай нас, Господь, помнить о Слове Твоем, об обетованиях Твоих, Господь. И действительно, Господь, там, где мы не можем ничего изменить, там, где мы действительно не можем ничего сделать, Господь, то помоги нам довериться Тебе. Но что мы можем делать? И это самое главное, это встать на колени, смириться и молиться, Господь. Но там, где мы можем о Тебе что-то сделать, помоги нам делать. Не просто лежать там на кровати или сидеть на стуле, но тоже быть участниками, Господь, участниками Твоей истории. Это благословение для нас. Прости нас, прости меня и семью мою. Господи, в чем согрешили и сегодня, Господи, из-за нашей семьи, деток, у кого-то внуки, правнуки, молимся, Господь, помилуй наши дома. Покрой кровью, Господи, и сохрани, и защити, и помилуй, и очисть, и спаси души всех нас. Также, Господь, пускай Твоя кровь защищает нас от стрел лукавого, от всяких сатанистских атак. Господи, помилуй нас, и защити. Я немощен, несовершенен, но, Господи, каждый день милость Твоя обновляется и в моей жизни. Господи, я молюсь за ситуацию сейчас, которая сложилась, связанная с пандемией, но не только эта ситуация, Господь, наблюдая. Господь, последние года, как быстро все завертелось, Господь, и мы благодарны, что скоро Ты придешь. Но сейчас пускай эти испытания, хотя они не такие серьезные сейчас, придут намного серьезные испытания. Господь, ну пускай мы будем приготавливаться, Господь, и еще больше утвердимся на фундаменте веры, которую Ты нам даровал. Укрепи ее, Господи, а также, Господь, даем ее через нашу практическую жизнь, как соль и свет. Господи, мы молимся за миссионерское служение по всему краю земли. И благослови в это последнее время, особенно там, где гонение. За наши страны и народы, Господь, милости и покаяния, проповеди Евангелия. Я молюсь здесь за Америку, потому что я здесь живу и за правительство, Господь. Так, как Ты сказал, и пускай каждый христианин молится за свое правительство, за страну, Господь, в той стране обитания, где он находится. Также молимся, чтобы в церкви вспомнили о своем предназначении проповедовать Евангелие и вдохновляли народ Божий идти проповедовать Евангелие. Мы благодарим за слово благодати, за спасение, в первую очередь, за Иисуса Христа, Господа, Бога нашего. Приносим в молитве, Господь, те, кто в болезнях сейчас, Господь, во имя Ишуаха Мощеха, Господь. Татрось, если воля Твоя, и Ты захочешь исцелить, исцели, Господь, но на все воля Твоя, так как Ты решаешь, ибо Ты знаешь, что должно быть лучше для каждого из нас в плане духовной стороны, Господь, чтобы наше спасение было сохранено в Твоих руках. На Тебя мы уповаем, помоги послушаться, Господь, Тебе, искать вечные ценности, но они есть, мы их знаем, они записаны в Писании. Помоги захотеть их приобретать, Господь, вложить сердце и на практике являть, Господь, Твою великую любовь через нашу персональную жизнь, чтобы люди видели Иисуса. Господи, молимся также за Израиль, Господь, благослови свой народ, даруй Ему милость покаяния, и Ты сказал, благословляющий Израиля будет благословен. А Тебе за все это будет слава, великий Бог Авраама, и Бог Исхак, и Бог Якова, Аллилуйя, и расскажет народ Божий, Амин. Иисус. Иисус. Аминь. И да даст тебе шалом, и да даст тебе мир во имя Ишу, Господа Бога нашего Отца, и Сына, и Святого Духа. Слава Богу. Аминь. Очи наши, сущие на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наш. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Слава Господу. Благодарю вас, братья и сестры. Шаббат шалом. Если воля Божия, и буду живы здоров. До следующего эфира. Помните, Господь Иисус любит нас. Аминь. Слава Господу.